МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как авангард играл в этом плей-офф, хоккеист, тренер и эксперт овертайма Сергей Бердников объясняет все тонкости. Позиционная атака была неплоха, а вот атака сходу хромала на оба конька. Как сильно сборная России на Домашнем чемпионате мира пропитается НХЛ-овским духом? Экспертиза от Антона Ругева. Имя Леонида Киселева пытались вычеркнуть из омской хоккейной истории. Не получилось. Соратники, друзья, родные, человека, который создал нынешний авангард, вспоминают. Здравствуйте! Это Овертайм. Меня зовут Андрей Блохин. 12 лет назад омский авангард взял российское хоккейное золото. Уже 4 года мы без медалей вообще. И эта весна пришла, как в песне, не для тебя омский хоккейный болельщик. Принято ругать за безбашенность, неуправляемость и даже диковатость Райма Суманина, нашего последнего медального наставника. Но странное дело. В финале 2016 сыграют два примерно таких же персонажа. Два фанатика. Эмоциональный вулкан тренер квартально против взрывного магнитогорского хоккейного папы Величкина. Может быть, успех приходит тем, кто сам горит хоккеем и всех вокруг зажигает своей страстью. Первым делом, первым делом оборона. Ну а форварды, а форварды потом. Этой весной, по данным программы Овертайм, авангард будет искать в первую очередь на трансферном рынке защитников. Как с российским паспортом, так и легионер. СРРК из Краганды станет официальным фармклубом авангарда во вновь создаваемой премьер-лиге. Пока СРРК играет плей-офф высшей лиги и в полуфинале летит в серии до четырех побед нефтянику 0-3. В субботу команда с «желтого холма», так переводится СРРК, проиграла 1-2 во втором Овертайме. А мяч Махановский спас своим голом карагандинцев от поражения в основное время, но ошибка другого амича, голкипера Рейзвиха, привела к голу во втором дополнительном периоде. И о хорошем. Женская сборная России по хоккею с амичкой Анной Шибановой в составе обыграла сборную Швеции в числе финальной чемпионата мира и обеспечила нашей стране путевку на Олимпиаду-2018. Снег растаял, одежда на медали вместе с ним. Сезон для «Авангарда» закончен, а вопросы, как водится, остаются. И главный из них — в какой хоккей играла омская команда в этом сезоне? И могла ли она с этим хоккеем претендовать на что-то большее в плей-офф? Наш эксперт, знаковый игрок «Авангарда» 90-х и начала нулевых, ныне практикующий тренер Сергей Бердников. Давайте разберем вместе с ним омское хоккейное настоящее и попробуем даже чуточку в будущее заглянуть. Начнем с положительного. К плюсам «Авангарда» в сезоне 2016 Бердников относит хорошо выстроенную игру в позиционном нападении. Позиционная атака у Омска была, по его мнению, едва ли не лучшей восточной конференции. Да, именно позиционная. Но, опять же, есть статистика, что удержание шайбы — это не всегда дает результат. В играх Луфа, где есть организованная оборона, да? Поэтому хотелось бы побольше, наверное, увидеть атак сходу у «Авангарда». Там, где забивали, хотя... Очень красивые голы в плей-оффе. Забивает именно Салавата. Тот же Сашка, помните, забивает, когда ему эрота дает в неудобные руки. То есть это были атаки схода. Вот этого было мало. Очень много уходящей игры в позиционную атаку было. Хорошее позиционное нападение и хромающая на оба конька атака сходу. Это дисбаланс и тренерская недоработка. Так считает Бертников. Тренерский штаб не использовал всю атакующую мощь команды. То есть законсервированность. Много времени уделялось игре в обороне. Мне очень понравились матчи, которые пятой и шестой, где команда сыграла в атакующий хоккей и показала, что если мы будем играть и не давать сопернику раскатываться, не давать ему меньше времени для осмысленных атак, у «Авангарда» будет преимущество. У слабое звено у Салавата это... По фамилии Сленберг. Да. Была вратарская линия. Так вы вспомните, когда мы забили в пятом-шестом, мы начали просто сохранять шайбу, поставить ее на синюю линию, где нападающие Салавата играли очень низко. И два гола к кемпе – это же не просто так. Игра на пятаке – это же не просто так. Надо было просто использовать эти моменты. Я считаю, что мало нагружали вратаря. Мало действия. И, конечно, очень мало. Слабо сыграли в атаке. Хотя атака на сегодняшний день, в этом сезоне у «Авангарда» была очень хорошая. Два состава, где даже несмотря, что у Владимира Саботки не было, ребята нужно было маленько раскрепостить и дать им поиграть в нападение. Система тотальной ротации, которую применял «Корново» весь сезон, на самом деле прогрессивная и приносящая результат у того же «Квартального» в ЦСКА. Тоже все играют со всеми, и в итоге армейцы, задействовав 30 игроков в плей-офф, легко и сэкономив силы, вышли в финал. «Квартальный» работает уже не один год в ЦСКА. Он уже знает, что и зачем сделать. Когда запустить новые силы, если по статистике у него проводят все матчи, всего 6-7 человек, это те проводят люди, которые делают результат. Это же мы не говорим, что давайте пережоги нас по поводу будем убирать. Нет, ребят, эти люди делают результат. Понимаете? А остальные – это черные лошадки, которых, например, можно менять, но они будут знать, что им нужно сделать. Копировать какую-то команду – это не то. Надо смотреть, какая лавка, какие у тебя игроки, какие есть мастера в команде. Последнее время Берлинков работал в Новокузнецке. На его глазах и при его тренерском участии Максим Казаков в этом сезоне в Кузне вырос в одного из двух сильнейших наряду с Шолуновым российских нападающих 93-го года рождения. Почему в Омске Казаков потерялся, растерялся и, по сути дела, не сыграл в плей-офф? Каждый тренер подбирает игроков по свою тактику. Если изначально Казаков подходит под тактику Николая Дмитриевича Соловьева, он нашел оптимальный состав для сочетания тройки. И вот он же их не разбивал. И даже Сергей Гимаев иногда и был удивлен, что, оказывается, эта тройка лидирует в чемпионате. Но зачем, опять же, здесь, если игрок нужен, нужно понимать, для чего он тебе нужен. То есть Казаков – это игрок, который может сыграть хорошо в атаке. Но для этого ему нужно место здесь найти. Для каждого игрока есть команда, есть тренер. Есть тактика, которой игрок или вписывается, или не вписывается. Вот на ваш взгляд, вот сейчас Авангарду нужны кардинальные перемены в составе чистка, либо надо с этим составом продолжить работать, осуществив только точечные изменения? Прежде всего, наверное, менять кардинально не надо ничего там. Выгонять или кого-то здесь. Конечно, есть игроки, которые можно попрощаться, но прежде всего, наверное, Авангард очень много пропускает. То есть оборонительная линия это для Авангарда сейчас. Перемена в обороне нужна? Главный, главный элемент, да, потому что видно, что и забивает много, скажем так, в регулярке и пропускает очень много. Поэтому здесь оборонительные редуты нужно маленько почистить, усилить. В России плей-офф уже скоро закончится, а в Национальной Хоккейной Риге он еще впереди. Как там дела у наших за океаном? Традиционная экспертиза программы Овертайм. Регулярный сезон в НХЛ практически исчерпал себя. Команда осталась играть 2-3-4 матча. Вот если попробовать одним определением выразить, что это был за сезон для русской диаспоры? Знаешь, на самом деле очень сложно однозначно оценить сезон русских хоккеистов в НХЛ. Такая ситуация, что давай я проведу прям сравнение, что российский сезон в НХЛ как сезон Сергея Калинина. Были отличные моменты, а были моменты, о которых просто хочется забыть. Начнем с того, что в нынешнем сезоне Национальной Хоккейной Лиги сразу 40 хоккеистов приняли участие. И что удивительно, именно под конец несколько человек дебютировали там, говоря, допустим, о Никите Трямкине, которому сейчас говорят за последние матчи гораздо больше, чем о Евгении Медведеве на протяжении всего сезона. Это был хороший момент с точки зрения статистики, юбилея Александра Овечкина, его лидерства Вашингтона. И действительно, у них сейчас есть отличный шанс, чтобы взять кубок Стэнли. Мы, по крайней мере, будем на это надеяться. Хотя, наверное, команды других команд со мной не согласятся в этом вопросе. Были и моменты такие, которые действительно хочется забыть. Виктор Тихонов, Сергей Плотников, ну, откровенно говоря, не оправдали надежд. А, опять же, в противовесом Артемий Панарин, который приехал, пришел, увидел, победил. Вот это про Артемия Панарина. Я надеюсь, что именно он возьмет колдер-трофи. Ну, если говорить о кубке Стэнли, это все-таки их чашка. Наша чашка, которая нам ближе, это приз за победу в чемпионате мира. Чемпионат мира скоро, он домашний. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы был собран наилучший состав. Вот кто сейчас на данный момент может реально усилить сборную ЗНРК на этом празднике жизни? Ну, давай, мы с тобой обсуждали еще в прошлый раз, что нам хотелось бы, чтобы в составе сборной России оказался Сергей Калинин. Я не знаю, насколько это реально, потому что я не видел еще вызовов ребят именно из национальной хоккейной лиги. Хотя, допустим, Павла Датюка на официальном сайте НХ уже вовсю расспрашивают о том, что как будет в случае чего, поедете ли вы, потому что Детройт имеет все шансы пролететь над губком Стэнли, как фанера над Парижем. И, ну, если так и случится, конечно, Павел Датюк. Это будет лидер, оплот команды. Центр первого звена, однозначно. Ну да, дай бог, если опять же не будет травм. Будем на это делать обязательно ссылку. Будем говорить о том, что если, кстати, Датюк попадает в плывов, то тогда не попадает Евгений Медведев. И я думаю, что этого защитника точно стоит вызывать. Несмотря на 9 матчей, которые он подряд не сыграл уже. Да, да, да. Его все-таки возможности прекрасно знает Олег Знарок. И я думаю, что в плане доверия к Евгению Медведеву никаких вопросов нет у тренерского штаба сборной России. Конечно, будем говорить о Монреале. Отметим, что ни одна из канадских команд не попала в розыгрыше Кубка Стэнли. И получается, что у нас есть неплохие шансы на этих парней. Кстати, было бы интересно допустим, посмотреть на Никиту Трямкина, который также вместе с Ванкувером никуда не попал. Итак, подытожим. Из канадцев Емелин, Марков, возможно Трямкин. Было бы неплохо. Ну, конечно, есть еще и другие ребята, как Ведмонтон или Купов. И вызовет его Олег Знарок, не вызовет. Я думаю, вряд ли. Тут дело, в первую очередь, именно в тренерском доверии и в знакомстве с игроками. То есть, вряд ли он будет вызывать тех, кого он не знает. Хотя, казалось бы, вот эти все поездки за океан именно с целью познакомиться, они как раз и должны были сделать вот этот не просто визуальный контакт, а еще и личностный. Еще одна команда, которую стоит обсудить, она вот как раз на грани находится сейчас, балансирует то туда, то сюда. Это Колорадо. А там есть Варламов, там есть у нас Григоренко и там есть Задоров. Ну, по поводу Задорова вообще сейчас странная ситуация, потому что он получил травму в одном из последних матчей и как быстро он восстановится, пока непонятно, насколько серьезная травма, тоже непонятно, но это, конечно, эгоистичная мысль, но вообще-то хотелось бы, чтобы Колорадо никуда не попал по одной простой причине. Семен Варламов сейчас, как это говорится, в огне. он тащит и даже в проигранных матчах его называют одним из главных открытий, ну, одним из главных героев всего матча. Что касается Григоренко, я боюсь, что шансов на поездку у него практически не будет, но, опять же, я не знаю, как решит Олег Знарок. Смотрите далее. Все о Леониде Киселеве, человеке, который создал авангард, каким мы его знаем и людям, человеке, который стоял у истоков создания программы Овертайм. Знаете ли вы, в каком клубе начали работать вместе тренеры Леонид Киселев и Владимир Шевченко? Семечки Marvel Snacks XL вкусные и крупные. Семечки Marvel Snacks XL настоящее волшебство. Открой для себя Marvel Snacks. Ищите душевую кабину или ванну в Анна Таун. Огромный выбор моделей и за 10, и за 40, и за 100 тысяч рублей. Декабристов 45 и Строительный континент первый этаж. Ремонт межпанельных швов. Гидроизоляция, кровель и балконов от компании Альпром. Телефон 48-79-79. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Знаете ли вы, в каком клубе начали работать вместе тренеры Леонид Киселев и Владимир Шевченко? В Барнаульском моторе. Вы продолжайте смотреть Овертайм. Наша программа в 1994 году получила путевку в жизнь с благословения отца омского хоккея Леонида Киселева. Сегодня у нас есть повод еще раз поблагодарить этого человека за все, что он для нас сделал. Напомним, кем был Киселев для всех нас. Сюжет, показанный в программе Овертайм полтора года назад, спустя несколько дней после того, как Леонид Георгиевич ушел от нас. Отец-основатель того омского хоккея, каким мы его знаем, автор книги «Жизнь моя хоккей» Леонид Киселев изначально не должен был заниматься хоккеем вообще. Да, в детстве, как и все пацаны советской эпохи, он играл в шайбу, но с футбольным мячом у него получалось поинтереснее. Лет с десяти я играю в хоккей. По-разному там. Серьезно я начал играть в хоккей, когда учился в институте физкультуры в 66-м году. В то время у меня больше футбола, скажем, получалось. В этот же самый момент меня, скажем, приглашали еще в класс «Б» играть за Ермак, Ангарск, Студенецкий. Он тогда там тренировал в Ангарске в футбол. Некоторые ребята из Омска тогда поехали, я не поехал. Я решил, что я лучше дома буду играть в хоккей. Судьба вела Киселева по жизни, выбирая за него, на какой развилке куда повернуть. Ну вот, к примеру, ему 25 лет, и ему предлагают стать на минуточку, вдумайтесь, председателем Омского горспорткомитета. По советским меркам это сказочная удача. Я не хочу сейчас это модно, открещиваться от партии, говорить, что я там не имел никогда к этому никакого отношения, но я очень долгое время работал в комсомоле после работы в институте, после того, как я закончил играть. И у меня, в общем-то, открывалась такая дорога работать в партии. Значит, мне предложили тогда ехать учиться в высшую спортивную школу на два года. То есть я должен был быть спортивным функционером в умном смысле этого слова. Киселев тогда отказался стать спортивным чиновником и позже поехал на край света, на Дальний Восток, чтобы стать тренером хоккейной команды «Водник Ванина». Это было в 1977 году. Через 10 лет Киселев возглавит «Авангард», на который в восточной зоне второй лиги ходило человек по 50 на матч, в основном, чтобы легально выпить водочки на морозе. И за три года сделает эту команду главным брендом города, предметом спортивного культа, выведет ее высшую лигу, завоюет первые в истории медали бронзовые. Он положит начало омскому хоккейному сумасшествию. Человек, в жизни которого никогда не было ничего, кроме хоккея, который не понимал, как это можно отдыхать от хоккея. Я не люблю дачу. Не люблю, и мне там не нравится. У нас есть небольшая дачка на Черлогском интеракте, но мне там не нравится. Мне как-то, я уже не могу просто так чего-то там сидеть. Мне что-то нужно делать. Вы понимаете, видимо, этот ритм, он уже захлестнул. Мы показываем вам сегодня фрагменты из первого интервью Киселева программы «Овертайм». Это январь 1995 года. Киселев поддержал двух молодых парней, которые пришли к нему с идеей еженедельной программы о бомбском хоккее. Поддержал морально и материально. И даже придумал название. Позже эти двое, Аркадий Алексеев и Александр Гостяков, будут работать под его началом в пресс-службе клуба. На их глазах осенью 1997 неожиданно закончится Киселевское десятилетие. Тогда в администрации Омской области решили, что команда переросла своего создателя. Я знаю вот эту историю, я видел его тогда в то время, когда мы сообщили, что Ленин Георгиевич, все, вы здесь никто, вы здесь, спасибо вам за эти 10 лет и до свидания. Знаете, он ходил, месяц или полтора просто в темных очках. Он не общался и пытался, конечно, как-то, что называется, выглядеть, показать себя, но у него это трудно получалось. Произошедшее надломило Киселева. Он пытался еще тренировать без особого успеха. Бывает такое, человек положил жизнь на одну команду и повторить жизнь с нуля не получается. Киселев осел в Омске и категорически отказался уезжать в столицу. Сын его приглашал там в Москву. Говорит, зачем вот это вот поеду? У меня здесь все жизнь связана и с хоккеем. Его можно было видеть на арене, на матчах самого различного, зачастую за штатного уровня, ведь хоккей это был воздух, которым Киселев дышал. Однажды воздуха не хватило. Он умер в одну минуту, дома перед компьютером оторвался тромб. Теперь, я уверен, он смотрит хоккей сверху, изложив с очень удобным обзором. И хоккеисты команды, которые он создал, должны помнить и знать. Он действительно все видит, и его имя наконец-то появилось на карте города, который он любил всем своим сердцем. Старенький ледовый комплекс Тополины стал на прошлой неделе ареной имени Леонида Киселева. Хотелось, конечно же, чего-то более существенного, но, как говорится, пока и на этом спасибо. У переименованного Тополинова мы встретились и поговорили с друзьями, соратниками и родными Киселева. Я уже говорил в начале программы о том, что в хоккее добиваются успеха те, кто сам горит и других зажигает. Так вот, Киселев был именно таким человеком. Пять лет вы играли вместе с Киселевым, пятнадцать лет работали вместе как тренер. Вот скажите, вот игрок Киселев, мы его, к сожалению, не помним, не знаем. Вот насколько он свою игрокскую составляющую перенес в тренерскую профессию? Крайний нападающий, он играл право, крайний нападающий, слева у меня был, со мной играл Коля Корноухов, вот, дядя теперешнего Жени Корноухова. Задача была отдать либо пас, вот я центральную играл, вперед открываясь, либо ему нужно было обыграть один в одного. Вот основная задача была один в одного переиграть к раннему нападающему, защитника. Он, это, у него был любимый фильм, он показывал бросок, потом уходил вправо. Либо показывал передачу, тоже обводил. А если шел в обводку, то он из-за обводки старался отдать пас. Ну, поскольку в ту пору очень семинары там и так далее проводил Анатолий Владимирович Тарасов, и вот всякие нюансы нам объясняли, объясняли нашему тренеру, нас, Марк Сахаревич Судат, очень такой требовательный тренер, он нам тоже это все мозги поправлял, в нужном, ну, в том, как надо действовать. И мы, собственно, вот отсюда-то и двинулись дальше. Люди, которые ругались вздрызг к Селевым, просто вздрызг, такие, как Шастин, как Мариненко, будем, не будем еще фавилью называть, они все равно потом к нему приходили. Хоккей он скреплял? Да, конечно, хоккей он скреплял, объединял, и конфликты были, бесспорно, но Леонид Горьевич, он вспыльчив, если и был в чем-то, то потом он умел прощать, и поэтому приходили, решали вопросы, а потом кто-то у нас уже, ну, не подходил в команду, приходили, просили, найдите мне команду, где поиграть. И искали, находились. Да, и он, или мы там, искали какие-то варианты. Конфликты всегда были, потому что Леонид Горьевич был своеобразным, я тоже своеобразным, где-то никто никому не уступал, но конфликты разрешались в пользу, конечно, главного тренера Леонида Горьевича Киселева, так что здесь однозначно. Это потом с годами я уже понял, что тренер всегда прав, всегда прав, он всегда хочет лучшего. Ну, а мы, так как еще были молодыми, мы играли, мы думали, что мы самые лучшие, а оказывается нет, тренер главное. Вы сказали, что он умел прощать, а как вам кажется, он простил тех людей, которые его отодвинули от Томского хоккей в 97-м году? Я думаю, что нет. Где-то через месяц после этого он попытался попасть к губернатору, чтобы ему оставили детский хоккей, его нигде не принимали, никто не хотел с ним разговаривать, он был непонятно, почему отовсюду изгнан. Диагноз врачей заключение. Два инфаркта, кстати говоря, о которых мы ничего не знали. Вот вам, пожалуйста, все переживания. Я считаю, что это был великолепный специалист, и жалко, что его сейчас нет. Многие проекты, которые мы с ним уже продумывали до его, так сказать, ухода, и они, к сожалению, могут быть нами реализованные, но были бы лучше реализованные, если бы был бонус. А что это за проекты, что еще осталось? Мы хотели, вот с ним встречались по поводу академии хоккея. Я предлагал ему программу по оценке физического развития юных хоккеистов, и как выстраивать подготовку юных хоккеистов в многолетнем процессе. Он говорил, что я хоккейные упражнения постараюсь внедрить в эту общую подготовку. И у нас должен был в общем-то получиться неплохой проект, который включал бы и физическую подготовку хоккеистов, и техническую, и тактическую, и так далее. Это все в рамках академии хоккея. Академия, она и сейчас не построена, и тогда только была в проекте, а он уже жил этим делом? Жил, он делал это, и он стремился к тому, чтобы хоккей развивался в Омской области, и я думаю, что много еще мог бы сделать. Но наша задача продолжить это все, что он задумал. Теперь нужны люди, исполнители, которые могли бы все его идеи, мысли довести до сведения нашего руководства, и которые могли бы активно принять участие дальше в развитии этого проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Выгодные условия финансирования при участии господдержки. Изготовление дубликатов госзнаков на автомобиле за две минуты. Улица 22 декабря 92. Телефон 33-77-19. Новые автомобили КИА в автоцентре БАРС. Единственном салоне, в котором условия ставите вы. Волгоградская 61. И напоследок вот такая история, рассказанная мне одним из собеседников у арены имени Леонида Киселева. В одном из сибирских регионов работает уже не один десяток лет тренер-подвижник. Сам выпистывал команду мастеров, лепит игроков-самородков, как говорится, дышит хоккеем. И вот с недавних пор у него начались проблемы. Руководить нашим героем на секундочку заслуженным тренером России и управлять всем региональным хоккеем поставили бывшего сварщика. Дело в том, что этот сварщик друг детства местного губернатора. И вот теперь тренер-подвижник в раздевалке команды при игроках выслушивает от сварщика длинные нравоучения, как надо на самом деле играть в хоккей. У нас в Омске в последние годы были разные хоккейные начальники. К ним было немало вопросов, но в одном они были схожи. Это не были дилетанты, это были хоккейные люди. Выражаю надежду и уверенность, что так будет и впредь. Овертайм продолжается.